Когда ты бил маму, я все это видела. И вот с таким замахом бить о пол, почему ты не дала мне любовь? С криками, я тебя ненавижу. Твоя мать хотела сделать аборт. Обижаться и держать обиду внутри себя, это выгодно. Вы можете гневаться на них, но не торопитесь это делать с самого начала. Если вы нажали на это видео, то, скорее всего, у вас есть обиды на ваших родителей, и вы не знаете, как их простить. Но прощение, о котором так часто говорят со всех сторон, это завершающий этап этого процесса. Начинать нужно совсем с другого, с понимания того, как вообще рождается обида. Мы научаемся обижаться в детстве, когда, например, родители делали нам больно физически или психологически, и у нас естественным образом рождалась агрессия, гнев и злость на них. Но выразить тогда в детстве мы это не могли, потому что, например, неприемлемо, или нельзя на родителей злиться, или просто было небезопасно. И мы этот гнев и злость подавляли и сохраняли в себе. То есть обида – это такой подавленный, законсервированный гнев и агрессия, которые живут внутри нас каждый день и отравляют нашу жизнь. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, прощать мне своих родителей или не прощать, просто поймите, что это вам самим не выгодно. Во-первых, подавленная агрессия в виде обиды очень часто бывает причиной психосоматических заболеваний, таких как начиная от танзелита, заканчивая вплоть до онкологии. Во-вторых, подавленная агрессия в виде обиды на родителей очень часто может выливаться вообще на людей, которые к этому не причастны, например, на супруга или супругу. Простой пример. Если в детстве вам, например, мало говорили слов любви, похвалы или вообще не хвалили, и наоборот ругали, то сейчас та агрессия, которая накопилась на родителей в виде обиды, она может выражаться на вашего супруга за то, что он мало вас хвалит или вообще не говорит этих слов. В-третьих, это может быть такой антисценарий. Если вы обижены на своих родителей за то, что они всю жизнь хотели сделать из вас человека, да, учись только на пятерки, ругали или, может быть, даже били за четверки, за тройки, и какие-то большие возлагали на вас надежды, то сейчас, может быть, вы неуспешны в какой-то области, как бы назло родителям, неосознанно, для того, чтобы их наказать, но таким образом наказываете и самого себя. И таких примеров, когда неосознанно наша обида влияет на наше поведение, очень много. Вот, например, недавно у меня была женщина на приеме, которая срывалась на свою дочь, хотя она дала себе слово, что никогда пальцем не тронет свою дочку и будет с ней общаться только хорошо. Почему? У нее накопилась агрессия и обида на родителей за то, что они были с ней очень строгие, жестокие, и она их всегда слушалась. Но когда она сейчас начинает с дочкой хорошо общаться, по-доброму, и дочка позволяет себе лишнего, например, может как-то ругнуться на маму или капризничать, то у той есть такой справедливый гнев, который, мы помним, законсервировался, и выливается на дочку, а она его объясняет себе так, что если меня так плохо воспитывали, и я их слушал, то почему если я с тобой по-доброму, по-хорошему, ты меня не слушаешь? И получается, что на самом деле она злится и срывается не на дочку. Это тот неотреагированный гнев, который накопился на родителей. Поэтому не нужно прощать ради кого-то, ради мамы или папы. Побудьте в этом вопросе немножко эгоистом. Простите ради себя. Но с чего лучше начать? Возможно, вы замечали, что когда долгое время вы не общаетесь со своими родителями, то вроде бы и обиды уже нет. Создается ощущение, что я простил их. Но как только вы начинаете опять быть в контакте и общаетесь с родителями, то, может быть, накатывает вот эта волна обиды, слез и праведного гнева. Или, может быть, родителей вообще нет уже рядом с вами. Может быть, они на том свете, но когда вы видите какие-то фотографии из прошлого, или, может быть, просто даже смотрите фильм или сериал, и там происходит сюжет, который отдаленно вам напоминает ваше детство. И вот в эти моменты, может быть, у вас опять рождается обида, слезы, или, может быть, гнев такой, что сводит скулы и сжимаются кулаки. Поэтому первое, что необходимо сделать, это выпустить вот эти застрявшие эмоции гнева, обиды и злости, которые накопились в вашем теле. Поймите, это нормально испытывать разную палитру чувств к своим родителям. Возможно, вы их искренне любите, возможно, вам их просто жалко, и при этом вы можете злиться на них, вы можете гневаться на них, а в какие-то моменты даже, может быть, ненавидеть их. Неправильно это постоянно запирать эти эмоции внутри себя, это делать вид, что все хорошо и говорить, да я простил, все нормально. Но внутри чувствовать эту боль и надевать маску, например, счастливой девушке, что все хорошо и жить так изо дня в день. Для того, чтобы выпустить эти эмоции, необходимо отреагировать их телом, прожить их телом заново, те эмоции, которые были тогда в детстве. И лучше всего для этого подходит следующее. Когда вы чувствуете, что вот эта волна гнева, злости, которые были в том возрасте, но вот вы чувствуете их сейчас накатывает на вас, то лучше всего это уединиться где-то у себя в квартире, может быть, может быть, в ванной комнате под проливным душем, да, встать, чтобы вода очищала вас, или выехать в лес на машине или в самой машине где-то за городом, просто прокричаться, проораться так, как никогда в жизни вы больше никогда не кричали ранее. Это должен быть такой животный на инстинктах, крик и ор, чтобы вся та боль, которая копилась у вас годами, вся та жалость, сожаление от прожитой неправильно в детстве или, может быть, в юности жизнь, вся она выплеснулась наружу через этот крик. Допускается кричать и говорить абсолютно любые слова, даже маты, потому что если они выходят из вас, значит, они и так у вас жили внутри, просто вы их не выпускали, и они постоянно как словомешалка в голове присутствуют, поэтому выпустите их наружу, есть шанс, что они перестанут мучить вас навязчиво, и внутри вот эта злость кипеть. Очень хорошо, если помимо крика и ора вы добавите отработку телом, проработку этих эмоций телом, потому что, когда мы гневаемся, злимся или обижаемся, может быть, вы замечали, происходит как такое мышечное сокращение, спазм, называемый мышечный панцирь. Может быть, вы видели людей, у которых такие сжатые скулы, губы поджатые немножко, или кулаки, они сами не осознают, что смотрят, ой, я что-то кулак сжал. Это те самые неотреагированные, непроработанные эмоции, зажаты вот такими телесным панцирем, такими телесными зажимами. И для этого нужно проработать телом, то есть помимо крика и ора, очень хорошо добавить физику. То есть вы можете просто взять подушку и начать ее колотить изо всей силы, либо взять ее двумя руками и вот с таким замахом бить о пол, с криками, я тебя ненавижу, чтобы ты сдохла, я очень злюсь на тебя. Вот любые слова, которые идут у вас в моменте, прокричаться и проораться. Это может быть все что угодно. Вы можете взять лист бумаги или пачку бумаги и рвать ее изо всей силы с рыданием, с плачем, со словами обиды, с тем, что почему ты не дала мне любовь, почему ты так плохо обращался со мной, почему ты бил меня. И через вот эти телесные проработки, через вот это сжатие сильное мышечное освобождаться. В крайнем случае вы можете пойти в спортзал, взять там грушу, найти грушу и колотить ее до изнеможения мысленно или вслух, если это возможно, проговаривая те слова обиды, которые у вас накопились. Я уберегаю вас от того, чтобы говорить это напрямую родителям, потому что в этом не будет никакого конструктива. Но для вашей психики все равно, прорабатываете ли вы это прямо, говоря родителям, либо в воображении своем выпускаете ту боль и зажатость, которая накопилась. Это может занимать у вас несколько дней, а у кого-то может быть даже несколько недель, когда вам из раза в раз захочется снова побить или покричать, потому что если долго копились эти эмоции, то они и не сразу выпустятся все. И может быть вам на каком-то этапе покажется, что ну вот, вроде бы все, а потом вновь какая-то музыка заиграла такая и на душе словно кошки заскребли, или какой-то сюжет в фильме, и вы почувствовали опять этот гнев, и опять продолжаете его выпускать. И как только вы почувствовали, что большую часть вы сделали проработки телом, криком, вы можете перейти к следующему этапу. Помимо эмоционального выпуска вот этой боли, вот этих переживаний, важно добавить эмоционально-логическую составляющую. Как это сделать? Когда предыдущий этап будет пройден, вы можете сделать упражнение стул. Для этого возьмите простой стул, сами тоже сядьте на стул. На стул вы можете напротив себя поставить, может быть, фотографию ваших родителей, или кого-то одного, мамы или папы, на кого у вас больше обида. Или просто поставить плюшевую игрушку, которая будет символизировать вашего родителя. Или в голове просто представить, что он или она там сидят прямо здесь и сейчас. И в этот момент начать потихоньку говорить те слова, которые у вас накопились к родителю во время тех обид и боли, которые были у вас. Даже делая это в своем воображении, нашему подсознанию без разницы, реально вы говорите этому человеку или в своем воображении. Я вас уберегаю от того, чтобы говорить это реально человеку, потому что, скорее всего, в этом не будет конструктива, и вы только разрушите отношения до конца. Но здесь, прорабатывая с этим стулом, вы выпустите свои чувства, которые еще остались. Например, вы можете начать как угодно, сказать, что «Привет, мама» или «Привет, папа». «Я не знаю, с чего начать, не знаю, что тебе сказать, но я чувствую большую боль из-за того, что мое детство было омрачено твоим пьянством». Или из-за того, что ты так мало уделял мне времени, ты так мало хвалил меня, ты постоянно сравнивал меня с кем-то другим. И мне было так больно и так страшно, когда ты вновь приходил пьяный домой, когда ты бил маму, и я все это видела. Я боялась тебя, и мне так хотелось видеть твою любовь и поддержку. Я очень желала, чтобы у меня был настоящий папа или любящая мама, которые возьмут меня за руку и проведут по этому детству с счастьем, с улыбками, с подарками, а не то, что я имела. И в какой-то момент, возможно, вы опять сорветесь на плач, на рыдание, на вот этот гнев, который вновь поднимется. И вы подумаете, я же вроде его выпустила предыдущим этапом. Нормально, остатки могут какие-то подниматься. И я советую вам в этот момент вновь взять подушку и начать ее колотить с криками, с воплями, которые выходят у вас в тот момент. Кроме упражнения со стулом или дополнительно к этому упражнению, вы можете сделать упражнение «Письмо». Для этого нужно будет взять лист бумаги и начать писать через руку, выпуская эти же эмоции, писать то, что вам хотелось бы сказать своим родителям. Вы не будете отправлять это письмо, но выговорившись так в письменном виде, вам станет тоже легче. Вы можете писать о том, какого детства вам бы хотелось, о том, почему, почему ты не дала мне всего этого. Я сейчас сам или сама воспитываю своего ребенка, и я не представляю, как можно было так меня не любить, как можно было игнорировать меня, постоянно гнобить или бить меня. Почему, мама, почему ты так делала? Напишите эти строки, пишите все, что приходит в голову. Бумага стерпит все. И также я вас уберегаю от того, чтобы отправить это письмо родителям. В конце, после того, как вы его напишите, вы можете перечитать его несколько раз для того, чтобы напитаться этой энергией, еще раз выпустить эту боль. Можете включить, когда пишете это письмо, какую-то музыку, которая будет возвращать вас в то состояние для того, чтобы до конца окунуться в него. И после этого просто разорвите это письмо на мелкие куски и смойте, например, в унитаз или сожгите, это без разницы. И после того, как вы проделаете это несколько раз, возможно, кому-то из вас захочется написать несколько писем, кому-то из вас захочется несколько раз поговорить с мамой или с папой на стуле в своем воображении. После этого вы можете перейти к следующему этапу понимания причин, ну почему же они со мной себя так вели. Вы заметили, до этого это может быть был крик отчаяния, мама, почему ты меня била, или папа, почему ты не уделял мне совсем времени. А здесь мы можем сами ответить на этот вопрос и придать некого смысла той ситуации детства, которая у вас была. Если говорить о причинах, то я уверен, что на 99% то поведение, которое было у ваших родителей, которое вас очень не устраивает и которое в вас копило обиду или злость, оно обусловлено либо воспитанием ваших самих родителей, либо их психофизиологическим устройством. И когда вы видите вокруг вас, например, происходит какое-то плохое действие, я уверен, что в этот момент человек поступает так не потому, что он хочет вам плохо сделать, а потому что, скорее всего, либо у него на душе плохо, либо он так привык. Например, два случая. Кто-то наступил в автобусе на ногу одному, и один человек скажет, да ничего страшного, а другой в ответ скажет матом, может быть, да, и скажет, ты что делаешь, смотри, куда лезешь. Или, может быть, вообще даст по лицу. Почему? Потому что, первое, все хорошо, и он рос в благополучной семье, а второго с детства учили. Если тебя кто-то там навредит, сразу бей в ответ. Или, может быть, у него просто горе какое-то случилось сегодня утром или вчера. Да, понимаете, никто никогда не хочет сделать вам плохо. Каждый хочет сделать себе хорошо, но выбирает для этого не самый лучший, не самый подходящий способ. Велика вероятность того, что ваши родители были с заниженной самооценкой, тогда вообще не было никаких книг или вот таких видеороликов по психологии. Они просто не знали и обесценивали тех, кто говорил, ну зачем ты бьешь своих детей, зачем ты их ругаешь. Раньше вообще были другие пословицы. Вспомните, да? Ребенка нужно воспитывать, пока поперек лавки помещается. Нас били и ничего нормальной выросли. Они объективно считали, что они делают многие вещи во благо. Вот такая кривая, искореченная любовь у них к вам была. Это странная, которую вам сейчас, может быть, не понять. И они, быть может, тоже до конца не понимают, что натворили, потому что у них было совсем другое воспитание, совсем другое детство, а возможно даже психологически серьезные проблемы. И после того, как вы осознаете причины поведения ваших родителей, вы можете переходить к итоговому, самому важному, самому главному этапу, этапу исцеления вашей души, этапу исцеления вашего внутреннего ребенка. У нас у каждого внутри есть наш ребенок. И если у вас есть обида на ваших родителей, то, скорее всего, этот внутренний ребенок обижен, и он плевать хотел на причины, почему родители поступали со мной так или иначе. И важно дать исцеление этому ребенку, потому что, быть может, причины вы уже поняли, почему ваши родители так делали. Вы, может быть, даже и гнев выпустили, но внутри все равно боль. И это исцеление можно дать таким же упражнением, как письмо. Вы можете сесть, взять бумагу и ручку и написать письмо в тот момент, когда вам будет на душе комфортно и будет хотеться этого, написать письмо от себя взрослого вашему ребенку. И в этом письме вы можете написать примерно такие слова, если говорить коротко. «Любимый, дорогой мой, родной, я знаю, через что тебе пришлось пройти. Я знаю, как тебя предали твои родители. Твоя мать хотела сделать аборт. Твой отец сбил тебя. А тебе хотелось всего лишь просто, чтобы о тебе заботились, говорили тебе добрые слова и хвалили. Я знаю, какую боль ты испытываешь, как несправедливо обошлась с тобой жизнь. Но я хочу, чтобы ты знал, что в этом мире есть человек, которому ты не безразличен. Я хочу сказать, чтобы ты знал, что я всегда буду с тобой рядом. Я обещаю заботиться о тебе. Я обещаю быть тебе самым лучшим другом, самым лучшим родителем, если это не получилось у твоих родителей. Ты имеешь полное право злиться на них, потому что они обошлись с тобой действительно жестоко или даже жестко. Я люблю тебя. И если ты захочешь, ты можешь написать мне ответ. Конечно же, ваше письмо может быть намного длиннее, намного больше. Вы можете вложить всю душу и сердце в него. И перечитывайте это письмо несколько дней подряд, может быть, даже несколько недель. Раз в день в тот момент, когда вам удобно. Напитывая своего внутреннего ребенка вот этой энергией благости, давая ему объятия любви и принятия, чтобы он постепенно начал чувствовать это и выходить из вот той решетки, за которой он оказался. И, возможно, через некоторое время ему захочется написать ответ. Вы почувствуете это внутри себя. Возьмите бумагу и также напишите от лица этой маленькой девочки или маленького мальчика то, что вам хочется. Возможно, это будут слова благодарности вам самой. А, возможно, это будут слова отчаяния и боли, которые еще чуть-чуть остались у вас. И в таком диалоге вы можете пожить несколько дней или даже несколько недель. Это будет очень терапевтично и исцеляюще для вас и вашего внутреннего ребенка. И после того, как вы почувствуете, что внутри вас произошло исцеление, что этот ребенок уже не плачет постоянно, когда вы видите похожие ситуации, связанные с вашим детством. Этот ребенок внутри вас не терзается, не считает себя каким-то плохим, потому что постоянно слышал это в детстве. Вы можете сделать какой-то ритуал отпускания, взять какую-то вещь, которая максимально ассоциируется у вас с той болей и травмой детской, и отпустить ее. Можете бросить ее в водоем, можете подарить ее куда-то или кому-то, или можете просто закопать ее, сделать что-то, что будет обозначать символично, что вы отпускаете это, и больше это вам не принадлежит. Конечно, шрам от детской обиды, от детской травмы, он останется, но это уже не будет та кровоточащая рана, которая болит постоянно и ноет, когда вы чувствуете какие-то ситуации похожие с детством, когда что-то вам не то сказал, когда вы вновь начали общаться с родителями, и это как соль на рану. Да, это будет маленькая рана, маленький шрам, который будет изредка ныть на погоду, когда вы, может быть, будете видеть, как мама целует свою дочку, или папа говорит своему ребенку, своей дочери, что ты моя принцесса, или что ты мой самый лучший, я очень рад, что ты у меня есть. Или когда вы будете брать на руки своего ребенка, чуть-чуть что-то будет соднить, что в моем детстве этого не было. Вы не забудете эти обстоятельства, но они встроятся в вашу жизнь и уже не будут вызывать ту боль и обиду, которая есть сейчас. На всем этапе этого процесса исцеления я рекомендую минимизировать общение с вашими родителями, если это возможно. Потому что каждая их фраза, брошенная случайно, каждая их даже мимика или что-то более серьезное по отношению к вам, будет вновь ранить того внутреннего ребенка, который у вас есть. И только потом, когда вы будете готовы, когда вы почувствуете, что внутри вас есть сильный внутренний ребенок, когда вы четко умеете отстаивать свои психологические границы, когда вы можете за себя постоять, вы можете начать выстраивать отношения с родителями уже по-другому, по-новому, как взрослый со взрослым, где будут ценить вас, ваши интересы, ваши увлечения, уважать ваши психологические границы и не нарушать их. Но не торопитесь это делать с самого начала. При этом, если вы чувствуете, что да, вроде бы все понятно, я объяснил, что да, есть даже желание избавиться от этого, но что-то не очень хочется, подумайте, возможно, у вас внутри есть некая вторичная выгода, потому что обижаться и держать обиду внутри себя это выгодно, потому что ты можешь объяснить какие-то свои неуспехи и неудачи сейчас тем, что у тебя было плохое детство, были плохие родители, или ты чувствуешь себя несколько выше, я жертва, а вот они плохие, обидчики. Подумайте на этот счет. Возможно, вы не чувствуете себе сил пройти все эти этапы и избавиться от нее. Тогда я приглашаю вас в мою личную психотерапию, консультации для того, чтобы я помог вам и поддержал вас на каждом из этих этапах избавления от обиды. В любом случае помните, что время оно не лечит, время консервирует и делает наши обиды еще более жесткими и закостенелыми внутри вас. Поэтому я желаю вам счастья, психологического благополучия. Ставьте лайки, если вам были полезны, техники из этого видео было полезно, а но подписывайтесь на мой канал и на мои соцсети, которые вы можете найти ниже. До встречи в следующем видео.